Здравствуйте! В эфире городской информационный канал Камертон, студии Павел Добродеев. И сегодняшняя наша программа, очередная наша программа, будет посвящена, опять же, чистоте в нашем городе. Потому что у нас 26 апреля в субботу субботник ежегодный. В ближайшую субботу это уже все произойдет. Мы, в принципе, уже и так заметно, что стало чище на улицах. Правда, потом опять к осени будет у нас грязно. Мы город свой сами замусорим. И вот такая тема у нас интерактивного голосования сегодня для вас. Мусорите ли вы на улице нашего города? Три варианта. Да, за мной берут. Да, если нет урны. Нет, никогда не мусорю. Наверняка есть такие люди, и очень хотелось бы, чтобы их было больше. Ну вот, просьба только честно голосовать, потому что у нас голосование в любом случае анонимное. Ну, не забывайте звонить еще по телефону 70 70 20. И хотим услышать сегодня ваше мнение. Если мусорите, почему? Или если не мусорите, то тоже почему? А сегодня у нас в студии заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска, Булат Дугаров. Здравствуйте, Булат Доржич. Добрый день. Булат Доржич, какие прогнозы на нынешний городской субботник? Много ли горожан вас ждать? Ну, по крайней мере, не меньше, чем в прошлом году. В прошлом году в субботнике участвовало, вообще в месячнике, в субботнике участвовало порядка 50 тысяч человек. Значит, мы видим, что активность граждан растет, гражданская позиция улучшается. И ожидаем, что в этом году будет как минимум не меньше, а может быть и больше, порядка 60-70 тысяч человек. А как происходит сбор вот этих? В основном, у нас массовость во многом благодаря тому, что выходят крупные предприятия и выводят людей. Все правильно. Вот. Много предприятий точно уже сказали, что да, мы придем. Ну, практически все предприятия, которые имеются на территории города Иркутска, извели желание выйти на субботник. Значит, многие предприятия выбирают собственные территории, прилегающие, да, многие предприятия обращаются в комитеты по управлению округами, в комитет городского обустройства и просят, соответственно, им определить место, где, соответственно, им нужно убраться. То есть, и надо сказать, что по предприятиям тоже очень хорошая позиция вот руководителя предприятия, что выходить и убираться, и наводить чистоту в нашем городе совместно. Ну, в прошлом году я помню, что всех желающих принять участие в субботнике просили заранее предупредить об этом, ну, чтобы избежать и стихийности, и распределить силы. В этом году как это будет все происходить? Будет происходить таким же образом, значит, ответственными за координацию организаций общественных, организаций коммерческих структур, значит, назначенные комитеты по управлению округами, это, соответственно, Свердловский, Ленинский, Правобережный, Октябрьский. Они собирают заявки, они определяют места, они через них выдаются пакеты, через них выдаются перчатки, соответственно, через них выдаются талоны на бесплатную утилизацию мусора на полигоне ТБУ. А администрации, получается, от округа они дают пакеты перчатки, транспорт тоже? Да, по необходимости, значит, если какая-нибудь структура общественная или коммерческая структура изделяет желание, значит, поучаствовать в субботнике, она должна направить в комитет по управлению округом соответствующую заявку с наименованием своей организации, с количеством сотрудников или, ну, там, с количеством персонала, человек, которые хотят, которые будут задействованы в субботнике. И с указанием, имеется ли потребность в перчатках, соответственно, в пакетах и в транспорте. Многие организации, соответственно, предоставляют такую возможность, ну, точнее, вот эти средства за свой счет и вывозят за свой счет. Нам дозвонилась Вероника, телефон прямого эфира 707020. Вероника, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот расскажите, почему мы мусорим или почему мы не мусорим? Ну, мусорим или не мусорим. Вот вы мусорите? Я нет. Честно, да? А почему? Честно. А почему не мусорите? Ну, я свой мусор ложу в карман. Да, ношу до дома, до мусорки. А вы как к этой мысли пришли, что мусорить нельзя, там, вас воспитали так или что это? Да, у нас такое супервоспитание. Но все равно очень не хватает даже мусорок. Это их очень мало. А на субботник пойдете? Да, обязательно. Ну, и можете вопрос свой задать, если есть вопрос. У меня вот есть такой вопрос. Мы живем на улице Карлолитнихта. У нас год назад сгорел дом по Карлолитнихта 76. Дом администрации не гараживает. Там уже городская свалка просто-напросто. Там уже груда мусора почти до крыши. Это кошмарно. Ни дворники не работают, ничего. Там вот этот уже огоревший дом уже просто закидали мусором. Уточните, пожалуйста, ваш адрес. Карлолитнихта 76, квартира 1. Вот он год назад загорел. 76, да? Хорошо. Примем меры. Но у нас очень часто же такая ситуация бывает, когда пожар, именно где деревянная застройка, и потом, в принципе, земля чужая, никто не может туда зайти убраться. Или почему это возникает? Ну, наверное, нужно спросить у жителей, которые, соответственно, в мусор валят. Зачем они это делают, если, скажем, где-то неподалеку есть контейнерные площадки. Значит, почему нельзя дойти и выбросить мусор на контейнерную площадку. Гораздо проще и дешевле для города, в целом для бюджета убрать мусор с контейнерной площадки механизированным способом, нежели, соответственно, снимать машину с рейса, поснимать специально людей, привозить на эту свалку, организовывать погрузку и вывоз. Это всегда дополнительные затраты. А вот вы можете сейчас вот так вот на скидку сказать, сколько у нас человек в обычном ежедневном режиме занимается уборкой мусора в городе? Если не считаю управляющих компаний, а вот именно то, что муниципальные службы. Муниципальные службы, ну, можно сказать про компанию МУП «Иркутск Автодор». Они, соответственно, занимаются тем, что ежедневно, в круглосуточном режиме занимаются уборкой уличной дорожной сети, соответственно, и прилегающих территорий. Это тротуары, газоны. Значит, механизированным способом и ручным способом. Кроме того, у нас выбран подрядчик, который убирает парки и скверы. Их у нас в городе 46. Сколько человек в общей сложности получается? Человек 200 наберется или 300? Легко. Очень легко наберется. Именно по коммунальным службам даже больше. Значит, есть там и водители, и дворники, и те, которые ходят за машинами, подбирают вот эти мусорные пакеты, кладут их в машину. Ну и, соответственно, тот персонал, который распределен по паркам и скверам. Светлана нам дозвонила. Светлана, добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот вы, Светлана. Хотелось бы вам задать вопрос. В преддверии скоро будет праздник 9 мая, как вы знаете. И хотелось бы больше мусора, чтобы поставили форм для мусора. И, ну, конечно, еще биотуалеты, наверное, это такой вопрос. Потому что, извините меня, нужду пьяные люди исправляют, где можно. Потом не погулять так же нормально, не сходить. И, ну, сами понимаете. Ну, на этом все. А вы пойдете на субботник, Светлана? Ну, да, я хочу ребенку показать салют. А на субботник пойдете? На субботник? Обязательно. Угу. Спасибо. Ну, вот такое вот предложение. Ну, традиционно администрация города Иркутска занимается тем, что в период проведения культурно-массовых мероприятий, будь то там, соответственно, празднование 1 мая, День города, а уж тем более 9 мая, значит, по согласованию с подрядчиком определенным выставляются биотуалеты в местах проведения, как раз, таких мероприятий. Это первое. Второе, значит, в плане городской администрации есть установка дополнительных, соответственно, урн, которые будут устанавливаться в самое ближайшее время. Значит, ну, постараемся, чтобы они были максимально установлены, ну, это, опять же, вдоль личной дорожной сети, максимально установлены к этому великому празднику. Я сейчас предлагаю перейти нам на небольшой сюжет. Сад Томпсона, вот как он подготовился к субботнику, сегодня сад Томпсона посетила Анна Пологрудова. Давайте посмотрим. Немногие знают, что на месте ныне запущенной обширной территории в 10 гектаров цвел прекрасный фруктовый сад, названный в честь его создателя. Сад, дававший плоды, яблони и сливы, персики и груши. Тут стояли оранжереи с диковинными для сибиряков растениями. Сад Томпсона стал школой для садоводов в Восточной Сибири, на территории которой проводились семинары, конференции, выставки. В 1938 году Томсон подарился от города. Подарок благосклонно приняли. А затем несколько поколений горожан и отцов города спокойно взирали, как гибнет богатейшая коллекция плодовых и декоративных деревьев. Мы сегодня с большим удовольствием принимаем участие в мероприятии по уборке территории, потому что прокуратура здесь сыграла очень серьезную роль в том, чтобы эту территорию отстоять. Изначально эта территория была в запустении, заброшенная. Право собственности городской администрации, то есть муниципальной собственности, не было зарегистрировано. Это позволило группе рейдеров практически захватить этот участок для того, чтобы использовать в своих коммерческих целях. Отстояли. И теперь сад Томпсона является особой охраняемой природной территорией муниципального значения. В этом году он отметит свой 100-летний юбилей. С тех пор, как сад вернулся к городу, здесь ежегодно проводят субботники. От мусора территорию очищают сами спасители, представители Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры, местные работники, школьники и студенты. Предложили помочь? Почему бы не помочь? Всегда рады. Да чтоб тут чисто было, хорошо свежий воздух был. И не загрязняли больше природу никто. А то она тут бутылками, окурками, все закидано. Бутылки. Там окурки и всякая фигня. За пару часов общими усилиями собрали несколько десятков мешков, набитых бутылками, стеклом, целлофановыми пакетами. Субботник продолжился. Сад Томпсона не единственная территория, которую приведут в порядок в Ленинском округе. Часть работ уже выполнена. На сегодняшний день уже проведена уборка у нас полностью дорожного пожития магистральных улиц. Окрашены полностью остановочные комплексы, очищены от рекламы, удалена рекламная информация. Проведены ограждения, очистка. Проведена уборка территорий придомовых. До 1 мая в Ленинском округе от мусора очистят 165 территорий. Заключительным аккордом месячника по санитарной очистке города станет общегородской субботник. Он состоится в ближайшую субботу, 26 апреля. Принять участие в нем может любой неравнодушный горожанин. Анна Полагрудова, Александр Барановский, Камертон, социальная сеть. Ну я напоминаю, что вы смотрите Камертон. Сегодня мы говорим о чистоте в нашем городе. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Блад Дугаров, заместитель мэра, председатель комитета по обустройству города Иркутска. Телефон прямого эфира 707020. До нас дозвонилась Ирина. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот, ну что, Ирина, вот вы мусорите или не мусорите в городе? Ну вы знаете, я не хочу ухвастаться, но я никогда не мусорю. И у меня дети, ну вообще из нашей семьи никто не мусорит на улице. А я позвонила для того, спасибо, конечно, что я позвонилась. Я позвонила для того, чтобы высказать свое мнение. То есть вот смотрите, я хочу сказать, что чистота в городе зависит от самих жителей. И до тех пор, пока жители сами не будут соблюдать порядок, не будут бросать бумаги, куртки и прочий мусор, то есть у нас в городе чистоты не будет. Там хоть по 100 тысяч дворников чисто не будет. И вот я наблюдаю такую ситуацию, когда стоят взрослые люди, тут же бросают мусор, а рядом стоят дети. А потом мы удивляемся, почему дети у нас мусорят, почему они бросают бумажки, фантики, бутылки и все прочее. И еще хочу вообще вот всех жителей, я живу в Ленинском районе, не знаю, как в других районах, у нас часто бывает так. Человек идет на работу, берет мешок с мусором и ставит около мусора. И вот бывает такая картина, что около мусора стоит по 5-6 пакетов, понимаете? Вот что это такое? Вот почему мы люди, сами жители этого города, родного города нашего, и так относимся к чистоте. Ирина, спасибо большое за ваше мнение. Владимир Жуевич, ежегодно, вот с каждым годом ситуация, она меняется в лучшую сторону или в худшую? Больше стали мусорить у нас? Трудно сказать. Будем надеяться, что с мусорить стали меньше. Но это только надежды. Очень соглашусь с жительницей, которая до нас дозвонилась, действительно мусорят. Точнее, чисто не там, где убирает, а там, где не мусорит. Это мы должны помнить и ставить его главу угла. Ну, смотрите, у нас 26 апреля официальный старт субботника, но вот как мы уже убедились, многие предприятия начали уже уборку прямо сейчас. И в саду Тамсона, да и вообще, в принципе, у нас с 1 апреля началась санитарная уборка города. За это время сколько было мусора вывезено? Ну, я так скажу, что в обычные дни на полигон поступает порядка 7,5 тысяч кубометров. Значит, в дни месячника поступает порядка 10 тысяч кубометров. А в сам субботник в прошлом году было вывезено 19,5 тысяч кубометров. Мы ожидаем, что в этом году, ну и видим по динамике, что в этом году объем, вывезенный на полигон, будет не меньше. Не меньше? Да. Сколько средств вообще выделено на проведение субботника из бюджета? Значит, выделен 1 миллион рублей на бесплатные талоны, на утилизацию мусора на полигоне ТБО. Это машины, талоны? Да, это бесплатные талоны и машины. Значит, кроме того, выделено 250 тысяч на приобретение перчаток и мусорных пакетов. Значит, в этом году он будет уже закуплен и, соответственно, округа их раздают порядка 18 тысяч перчаток. В прошлом году было 9 тысяч перчаток и порядка 80 тысяч пакетов. В прошлом году было в два раза меньше. Ну, вот если говорить про субботник, это же не только уборка мусора все-таки, это же еще и покраска, посадка деревьев. Ну, в первую очередь, это проявление, безусловно, своей гражданской позиции. Значит, для руководителей предприятия это хороший повод для того, чтобы сплотить коллектив, так называемые тимбилдинговые мероприятия. Это можно совместить приятное с полезным. Значит, можно собрать мусор и организовать пикник, в котором сотрудники предприятия могут неформально пообщаться с собой и наладить, соответственно, связи, если они до сих пор не были установлены. Да, и самое главное после этого пикника еще раз мусор собрать. Безусловно, значит, это в первую очередь. Ну, и, безусловно, что касается вообще коммунальных служб и в округах, это приведение фасадов зданий в нормальный эстетический вид после зимы. Это покраска малых архитектурных форм на детских площадках, на спортивных площадках. Это и нанесение дорожной разметки, это и очистка пешеходных ограждений, да, и вдоль дорог, которые находятся. Это, безусловно, ну, там, ямочный, мелкий ямочный ремонт. И покраска, ремонт урн в парках, скверах и вдоль дорог. Вот какие территории будут убираться в первую очередь? Нам бы хотелось, чтобы были убраны, в первую очередь, места массового отдыха наших горожан. Ну, вот это Якоби, это Ангара, Ушаковка. Ну, это все, получается, на берегах река. Да, прибежная зона. Значит, кроме того, нам бы хотелось, чтобы были убраны водоохранные зоны, ну, которые вдоль дорог, вот, извините, вдоль рек, особо охраняемые природные территории. Вот бытует такое мнение, что если бы вот эти вот места отдыха на берегах рек, если бы это было бы частной территорией, и если бы стоял шлагбаум, люди бы заезжали на пикниковую зону, платили бы какие-то символические деньги, за это бы люди специально обученные убирали, то вот такая ситуация, она бы решила проблему. Как вы думаете? Ну, я думаю, что такая позиция имеет право на существование. Я думаю, логика в этом есть. Но вот, к сожалению, допустим, взять залив Якоби, да, администрация в течение определенного времени проводит работу по поводу так называемого частного лица, да, по поводу инвестора, который возьмет всю вот эту территорию к себе в управление, который организует там соответствующий, ну, там, должного уровня отдых для жителей города и, соответственно, будет взимать определенную плату и, соответственно, следить за этой территорией. Ну, пока вот эти поиски не увенчались успехом, ну, поскольку, ну, достаточно такой, ну, где говорите, ну, наверное, с точки зрения коммерсанта неоднозначный такой проект. Не очень вентабельный проект. Да, здесь надо смотреть экономику. Ну, я думаю, что коммерсант, который считает деньги, она это обращает в первую очередь. Телефон прямого эфира 707020. Сегодня говорим о чистоте в нашем городе. До нас дозвонилась Лилия Ивановна. Лилия Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер. Лилия Ивановна, ну, вот мы слушаем вас. Как вот, вы мусорите на улице города или нет? Нет, я не мусорю, потому что я на улице ничего не употребляю, мне нечего выбрасывать. Понятно. А пойдете на субботник? На субботник не пойду, потому что я в почтенном возрасте, но пойдут мои дети и внуки. Ну, это хорошо. Но вы, в принципе, тоже считаете, что горожане должны ходить на субботник? Конечно, конечно. А вот как вы думаете, почему у нас все-таки город грязный такой? У нас же все-таки есть люди, которые мусорят, и в чем причина-то? Причина в нашей культуре. В нашей культуре? Конечно. К сожалению, так. Ну, Лилия Ивановна, спасибо большое. У вас есть какой-то вопрос, Влад Доржевич? Ну, вопрос такой. Мы сейчас говорим о чистоте городских улиц. А как быть с кладбищами? Приближается родительский день. Я недавно посетила могилу своего мужа в Новоленино и недавно также посетила могилу в Радищевском кладбище. Вы знаете, мусор еще с прошлого года, с родительского дня прошлого года. И не убирается. Это не есть хорошо. Спасибо за вопрос, Влад Доржевич. Как ситуация? Готов прокомментировать. Действительно, в прошлом году по 94 ФСЗ выбран был подрядчик, который должен был надлежащим образом убирать кладбище. К сожалению, данная подрядная организация не выполнила своих обязательств. То есть она просто игнорировала наши требования, не убирала должным образом. Практически совсем не убирала. Сейчас мы находимся в состоянии судебных разбирательств с данным подрядчиком. В этом году аукцион по выбору подрядчика проведен, подрядчик определен. Но это-то не тянет организацию? Я закончу, Павел. В комитете городского обустройства организован штаб по подготовке к родительскому дню. Куда входят представители МУП «Ритуал» муниципального унитарного предприятия. МУП «Спецавтохозяйство», которое отвечает за уборку мусора. МУП «Иркутск-Автодор», которые должны будут привести в надлежащий вид автомобильной дороги подъезды к кладбищам. Все это организовано. Надеемся, что к родительскому дню таких вопросов не будет. Подрядчик выйдет, и мы будем ежедневно контролировать ход выполнения работ. И постараемся, чтобы ошибки прошлого года не были повторены. Но тут же такая ситуация, как с дорогами. Сначала вы все делаете, а потом получаете деньги. Безусловно. То же самое. Безусловно, да. В том числе за вычетом штрафных санкций за неисполнение контракта. Ага, понятно. Ну, это хорошо, чтобы дисциплинировать товарищей. Еще одно видео хочу сейчас показать. Также уборка сегодня проходила в Октябрьском округе. Вот режиссера прошу включить. Вот ни одна несанкционированная свалка была сегодня уничтожена. Это как раз по улице Байкальской, точнее даже по улице Ширямово, в сторону как раз аэропорта. Получается, помимо сегодня, помимо муниципальных предприятий, мусор убирают еще и частные компании, с которыми заключен аукцион. Да, значит, на уборку 46 парков и сферов выбран подрядчик. Он один? Значит, он один. Более того, есть так называемые зелененные территории, бесхозяйные в округах. И на уборку этих территорий округа самостоятельно убирают своих подрядчиков. То есть тоже это все ведется. Очень часто возникает такая ситуация, бывает даже, вот сам был свидетелем несколько раз, едешь или после субботника, или до субботника, но вот стоят на некоторых пустырях мешки с мусором, может 5, 6, может быть 10, 20, и никто их не вывозит. Вот куда позвонить, если жители стали свидетелями этого? Собрать мусор собрали, машина не пришла, не увезли. Думаю, что нужно звонить в комитеты по управлению округами. То есть если это тот или иной округ, телефоны я могу сейчас продиктовать, могу оставить в редакции. Да я думаю, можно в принципе же даже и позвонить на горячую линию мэра 520-025. Безусловно. И там они посоветуют. Там все посоветуют, да, к кому обратиться. Значит, ну, такие, будем говорить, недочеты в работе, безусловно, есть, но я думаю, что они устранимы. Звонком и округа отреагируют, все будет убрано. Ну и сейчас хочу предоставить слово Галине Михайловне, она до нас дозвонилась. Галина Михайловна, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу обратиться ко всем шоферам, организаторам поездок за город, к садоводам. Особенно шоферам. Когда едут на, везут людей на автобусах, то можно лишний раз шоферу напомнить, что граждане, пассажиры, то, что вы берете с собой пакеты, путылки, позьба забрать их обратно, назад, и я с удовольствием их помогу привезти в город и выбросить в мусорку. Интересное предложение, Галина Михайловна. Очень дельное предложение, поддерживаем. Спасибо большое. Ну вот даже если посмотреть, как сейчас нас голосуют, у нас считается, что нет никогда 213 человек. И все-таки есть такие товарищи, которые мусорят. Вот 21, и даже если нет урны, плюс 87, это уже 108 человек все-таки мусорят. Но, видимо, не все смотрят нашу программу. 108, а 90. А, да, уже 90. Сейчас я предлагаю перейти к другой теме. Программа подходит к концу. У нас вот скоро праздник, сегодня уже говорили. Ну и вот мы накануне праздника всегда по традиции показываем рубрику «Герои Победы». Вот сегодня еще один рассказ, давайте посмотрим. Редископ сходит. Укроп. Дачный сезон для Надежды Георгиевны Руденко только открывается. Сейчас главная задача – посадить морковь и вскопать грядки. А картошку посадить помогут внуки. Вот здесь у меня вот вишня, крыжовник, смородина. 73 года назад главным для 17-летней девушки было выжить среди бомбардировок и обстрелов. Надежда Георгиевна – ветеран Великой Отечественной войны. Вспоминает свое детство. С пяти лет она жила без отца. В семье было пять детей. Но самое сложное время началось 22 июня 1941 года. Тогда молодая девушка только вернулась домой с выпускного. Когда мы пришли домой вечером уже с гуляния, то мама меня встретила и сказала, что началась война и заплакала. И вот тут пошли все тяготы. Девушка решает ехать на фронт. Записывается в ряды добровольцев. Уже зимой 42-го Надежда в числе шести девушек попадает в блокадный Ленинград на Ладожское озеро. Специалистам по обслуживанию аэродромной техники. Под взрывы бомб девушкам приходится чинить уже подбитые самолеты, сломанные передатчики и радиотехнику. Бывали случаи, что разговариваешь с людьми, отошли мы однажды, поговорили с нашими парнями и разошлись. И буквально минут через пять, может даже меньше, со прямым попаданием их разорвало куски. Рассказывает, в то время умереть не боялась. Вспоминает, как уговорила летчика взять ее с собой на задание. Утром никому не сказав, тайком пробралась в кабину самолета. И полетела на финский полуостров бомбить вражеские корабли вторым пилотом. Говорят, страшно, не страшно. Мы расценивали это как неизбежная ситуация. Сначала мы плакали по каждому погибшему нашему товарищу. А потом отчерствели. И гибли-то не только во время полетов, а гибли на земле. Во время бомбежки девушки прятались под железными кроватями, в надежде, что останутся живы, если в землянку попадет бомба. После прорыва блокады Ленинграда Надежду Георгиевну перевели на Невский пятачок. Он находился прямо в тылу врага. Ветеран вспоминает все это, как страшный сон. Вот, значит, я, вот мой супруг, вот мой сын и вот моя дочь. Уже после войны Надежда Георгиевна вышла замуж. Воспитала двоих детей, пятерых внуков и троих правнуков. С мужем Георгием Георгиевичем живут душа в душу уже 66 лет. В мирное время Надежда Георгиевна занимается общественной деятельностью, патриотическим воспитанием детей и пишет стихи о тех сложных днях войны. Какие муки испытали люди, поймет лишь тот, кто это сам видал. И все же город жил все 900 жестоких дней блокады. И город фронтовой был восстановлен вахтой трудовой. И стоит он гордый, величавый, город мой любимый, дорогой. Анна Пологрудова, Елена Батаева, Александр Барановский, Камертон, социальная сеть. Вот такие герои Победы живут среди нас. Да, и Бог им здоровья, долгих лет жизни. Ну, а мы возвращаемся к нашей теме. Время заканчивать передачу. У нас третий вариант все-таки победил. Хорошо, что жители, те, которые смотрят программу, в большинстве, они не мусорят в городе. Ну, Владимир Живич, несколько слов вам в завершении программы. Ну, надеемся, что таких жителей все-таки у нас в городе большинство. Значит, хочу обратиться ко всем, чтобы приходили на субботник, проявили свою правильную гражданскую позицию. Значит, ну и, безусловно, не мусорили никогда. Ведь нетрудно донести мусор до урны или до контейнерной площадки. Или когда вы выезжаете на отдых, соответственно, забрать мусор с собой, привезти в город, выкинуть опять же на ту же контейнерную площадку. Тогда город наш будет чище, с ним будет приятнее жить. Влада Живич, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в программу. Напоминаю, завтра, также в 19.05 ничего не изменится, будет тоже программа Камертон. Завтра тоже интереснейшая тема, последние новости с рынка Шанхай. Где и кто там что остался, кто где прячется. И когда закончится бардак, потому что первый шаг уже сделан, изменения мы видим. Всего доброго, это был Камертон, до свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok